Ауазу билляху мина шейтанир рожим бисмилляху рахману ррахиму. Ассаламу алейкум у рахматуллахи в баракату. Часто задают вопросы по поводу сновидений. Особенно обращаются люди, которых мучают кошмары во сне, дурные сновидения. И сегодня немного хочу рассказать об отношении мусульманина к сновидениям. Для начала хочу отметить следующее, что сны относятся к трем категориям. Есть сны, которые исходят от ангелов, то есть от Всевышнего Аллаха. Есть сновидения, которые являются результатом эмоционального и душевного состояния человека. А также, как чаще всего это происходит, результат игр шайтана. Чаще всего встречается третий случай. Поэтому, в общем, мусульманин не должен придавать серьезного значения сновидениям. Но, однако, посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи ва саляма, о сновидениях, сказал достаточно для того, чтобы мы имели четкое руководство в отношении тех или иных сновидений. Посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи ва саляма, в достоверном хадисе говорит, Когда кто-либо из вас во сне видит что-либо мерзкое, нежелательное, пусть он, как проснется, подует в левую сторону три раза и говорит, То есть, упаси меня, Всевышний Аллах, я прошу спасения от Всевышнего Аллаха, от проклятого шайтана и от его зла. И посланник Аллаха говорит в этом случае, В этом случае эти сновидения не причинят этому человеку какого-либо вреда. Также в других хадисах посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи ва саляма, говорит, что в таком случае, если ты проснулся от кошмара во сне, поменяй позу, перевернись на другой бок, говорит, и также посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи ва саляма, советует прибегнуть ко Всевышнему Аллаху за защитой от шайтана словами, Аула билляхи мин ас-шайтанир рожим. Также есть ревайд, в котором говорится о том, что пусть он в этот момент совершит добровольное поклонение в виде молитв, сколько он сможет. И иншаллах, он не пострадает от того, что ему приснилось. Также Абу Катада приводит, что посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи ва саляма, рассказал, что благие сновидения, добрые сны, они от Всевышнего Аллаха, а мерзкие сны от шайтана. Если он увидит во сне что-либо из мерзкого, дурного, пусть он в левую сторону подует и попросит защиту Всевышнего Аллаха от проклятого шайтана, и это ему не причинит вреда. И никому пусть он об этом не рассказывает. То есть посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи ва саляма, неоднократно во многих хадисах говорит именно о том, чтобы об этом не рассказывать. То есть и не придавать никакого значения. И ни в коем случае не внушать себе, что те или такие подобные дурные сновидения могут оказаться реальностью и придавать этому какое-либо значение и бояться. Не стоит. Фа инраа руян хасана. А если он увидит благое сновидение, то, что его обрадует. Пусть он радуется, говорит посланник Аллаха, и не рассказывает никому, кроме как тому, кого он любит. То есть близкому, другу, брату, отцу, и так далее. Поэтому очень часто бывает следующее, что многим снятся свои близкие. Особенно в первые периоды потери этих близких людей. Это результат душевного состояния. Это результат той тоски, которая еще не покинула сердца близких людей. И очень часто женщины воспринимают всерьез сновидения. То есть когда видят покойного близкого, отца, мать, они им говорят, что им там холодно, что им там что-то там не хватает. И пытаются найти объяснение подобным сновидениям и ходят с вопросами к имамам, к знающим людям. Хочу вам сказать по поводу этого следующее. Не стоит обращать ни малейшего внимания значения этому, кроме как очередной раз помолиться за своих близких. Естественно, сделать какое-либо благое дело, садака, сделать за них дуа, это то, что предписано в этой религии за наших покойных. И это принесет пользу и нам, и нашим покойным близким. Поэтому, что касается сновидений, не стоит придавать каких-либо значений. Тем более, не стоит впадать в какую-либо депрессию, душевное расстройство, беспокойство. Прибегайте к защите, ищите защиту у Всевышнего Аллаха. А лучше всего стараться регулярно поминать Всевышнего Аллаха перед сном, прочитать азгары от нашего пророка сна и со спокойной душой и с упованием на Всевышнего Аллаха ложиться спать и не беспокоиться ни о чем. Да, сделает нас Всевышний Аллах из числа стойких вследований за нашим пророком саллаллаху алейхи ва саляма ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Саллаллаху алейкум саллаллаху алейкум Продолжение следует...